ПЕСНЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты чего, Лизавета? Мокрым же нельзя. Видишь, замкнуло. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Извините, это вы? Я узнал о вас по собаке. Давайте присядем. Пожалуйста. Я много слышала о вас, о вашей семейной драме. Извините, мэм, я думаю, вы меня с кем-то путаете. Куда вы? Я еще не все сказала. Извините, но я не тот человек, который вам нужен. Нет, я хотела поговорить именно с вами. Патриция? Да. А что? Мы договаривались в пять встретиться. Значит, он... Это не вы? Сэр! Извините. У вас такие похожие собаки, вот я и перепутала. Сейчас я вам объясню, зачем я вас вызвала. В этот вторник у нас с Веном большая дата. Пятнадцать лет супружества. Поздравляю. Так вот, я решил организовать вечеринку-сюрприз. А что это? Все гости собираются, прячутся в темную комнату, а когда юбиляр заходит, все вскакивают и кричат «Сюрприз!». Все очень довольны. Я с радостью помогу вам. Спасибо. Как вас зовут? Сомов, Андрей. Сомов, Андрей. А что идет впереди? Андрей. Андрей Сомов. А вы меня можете называть Триш. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Желаю всем большой любви. И себе, и тебе, и вам, и вам, и всем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо, друзья. Они идут. Тушите свет. Извините, Патриция, произошло убийство Вена срочно вызвали, он хотел, но... Что? Сомов, отвезите меня домой Я хочу развод Сейчас же Вена задержали на работе Патриция, успокойтесь Я не могу так долго ждать Обещали прислать еще одного детектива Где он? Лейтенант, подмена скоро будет Его задержали на четвертом участке Тяжелая ночь У меня тоже тяжелая ночь У меня семейная дата, понимаешь? Я понимаю, но у меня нет свободных людей Все на выезде Мы будем делать все возможное, лейтенант Слушайте, отпустите меня Мое дежурство кончилось Пусть медэксперты приедут скорее Я не могу их торопить Понимаю, но у меня большая дата Черт побери Иду, иду Если бы вы знали, Андрей Как мне все надоело За 15 лет У него был всего один отпуск Ни одного выходного Никаких семейных праздников Одна работа Даже не пытайся оправдываться Я знаю, что ты мне скажешь Твои дела для тебя важнее, чем я Триш, дай мне объяснить Я прошу развод Нечего мне больше объяснять Не надо развод Не отговаривай, я решила Дай мне пару минут Пару минут? Я отдала тебе 15 лет Ты хорошо выглядишь Ты шутишь? Нет, правда Такой нарядный Триш Прости меня Но я ничего не мог сделать Это не оправдание Я оказался единственным детективом В том районе Какая глупость Полиция это не один человек Это целая организация У нас ограничен бюджет Людей не хватает Я забыл сказать Я собираюсь лететь в Москву И я подумал Почему бы нам не полететь вместе Втроем В Москву? В Москву Это интересно Да Я вам завидую, лейтенант Я и сам до сих пор не верю Последний отпуск у меня был 10 лет назад Мы ездили в Тахо С самолетом Один час А здесь 13 часов На другой конец земли Поздравляю В Москву? Да Сомов меня пригласил Русский консультант Отмените поездку Капитан У меня 10 лет не было отпуска С вами Там случится беда Но я обещал жене У меня плохое предчувствие Понимаете? Плохое А что мне грозит? Конкретно? Ограбление? Авиакатастрофа? Или развод с женой? Сомов говорит, что на улицах Москвы безопасно Никакой стрельбы Лейтенант, я вас предупредил Решайте сами Учтите, я не смогу вам там помочь Я понимаю Я не могу там помочь Я не могу там помочь Я не могу там помочь СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хочешь это? А? Дядя Андрей, спасибо вам большое за телевизор. Я его теперь на кухню поставлю. Буду готовить и смотреть. Смотри на салон. Спасибо. Спой, пожалуйста. Да. Ну, как это? Ну, как да? У Оли есть собачка? Нет пока. Она еще маленькая. Я ей подарю. Спасибо. Я видела на улице беспризорных детей. Помнишь, как мы видели мальчика на улице? В подземном переходе мы увидели. Такой голодный, грязный. Невозможно смотреть без слез. Хочет найти этого мальчика, которого мы видели. Они хотят усыновить такого вот ребенка. Беспризорный что? Сома, переведи, пожалуйста. Что у нас есть специальное агентство по усыновлению. Что подворотник искать не нужно. Это очень опасно. Очень опасно. Я думаю, это разумный совет. Жалко. Мои англишицы. Моя английский. Совсем плохая. Как дела? Но это лучше, чем мой русский. Между прочим, у Митько на даче все настолько стерильно, как в операционной. Это сурорист моя. Слушай, Митько, а нельзя отвезти американцев на дачу? А почему нет? Ну, пусть отдохнут от своих музеев. Между нами говоря, у Патриции начался приступ аллергии. Вопросов нет. Нужна дача? Дадим дачу. 15-го в 5 вечера. На смотровой площадке у университета. Как мы его узнаем? Он будет в синем костюме. С красным галстуком. Не пионерским. Специально для вас. Вопросы? Красный галстук, это понятно. А деньги когда? Законный вопрос. Половину получите в тот же вечер, остальное, когда закончим. Даже три дня на свежем воздухе. Это большое дело. А я договорюсь, с утречка им принесут молока, творожку, все свежее. Свежий воздух. Сосновый лис. Что это? Землетрясение? Это не Лос-Анджелес, дорогая. Это просто плохая дорога. Много ям. Ям? Да. Ну, это такие выбоины в асфальте. Вот мы прибыли. Чувствуете, какой воздух, а? Давайте я помогу. Сомов, идите сюда. Я что-то вам покажу. Триш, пойдем лучше, а? Потом покажешь. Нет, это очень важно. Ну, все, ты попался, Андрей. Она работала дорожным инженером. Сейчас я вам покажу, где у нас что. Между прочим, у нас есть колодец. Скажите, какой, по-вашему, гравий нужно использовать? Крупный или мелкий? Не знаю. А сколько должно быть песка? Как вы думаете? Ну, давайте посмотрим. Прошу. Сколько здесь песка? Немного. Немного. А должно быть не меньше 30 сантиметров. Честно говоря, я поражена, что эту дорогу вообще не смыло во время дождей. Даже такая дорога лучше, чем никакой. Надо было уговорить их остаться. У Раисы были какие-то дела. Как красиво здесь, а? Знаешь, что сейчас сказал бы Макмиллан? Да. Он бы сказал... Пойдем, выпьем. Что происходит? Сомов, скажите, меня здесь держат за глупую? Нет. Триш. Пожалуйста, не начинай. Мне кажется, что вы надо мной подшучиваете. Нет. Ну что ты. Мы просто вспомнили о Макмиллане и решили... Это... За него выпить. Это... КОНЕЦ Дядя Андрей, давай я тебя помою. Я сама хотела, но уснула нечаянно. Не люблю, когда посуда грязная. Не беспокойся. Я люблю мыть посуду. Это приводит мои мысли в порядок. Знаете, я хотела с вами поговорить. О Михе. Ну, вы быстро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Приятно вас видеть. Патриция еще не встала, так что пока не знает. Но думаю, она будет в восторге. Миха, Андрей мне сказал, что у тебя есть маленькая компания, инструменты и прочее. Да, кое-что. Им нужен хороший прораб. Откуда у тебя эта идея? Возникла спонтанно. Это здорово. Как раз то, что нужно. Это займет Патрицию, а нам с тобой даст время погулять по Москве. Ну вот и хорошо. Теперь о расходах. Договоримся сразу. Я плачу половину. Почему? Я зарабатываю больше, чем ты. Ну и что? У меня есть бережения. И потом... Миха, мой сын. Мне нужно его поддержать. Доброе утро. Доброе утро. Как мой русский сегодня? Садись к нам. Я привез вам укладчика асфальта. Он хотел бы поправить здесь дорогу. Правда? Ага. Значит, мы коллеги, Миха? Ага. Да, он готов начать хоть сейчас. Нужна твоя помощь. Сколько что стоит, график работы и прочее. Я помогу, но сначала я хочу показать тебе, как не надо класть асфальт. Пойдем. Наберись терпения, Миха. Это очень важно. Зная ошибки других, можно избежать собственных. А это наша театральная площадь. Здесь несколько театров. Большой, малый, детский. Слева. А вот начинается... Большой театр. А вот здесь малый театр. Это наш универмаг. Да? А как называется это место? Театральная площадь. Дядя Андрей, а можно мне вашего лейтенанта кое о чем попросить? У моего брата Виктора, пятнадцатого защиты диплома. Он на юридическом. И завкафедры сказал, что было бы здорово пригласить господина Соммерса. Ну что ж, я согласен. Ради бога. Давай, бери лопату. Трекола. Все, вот здесь кладем асфальт. Вот мне кажется, надо... Надо вот там класть. Вы поняли? Поняли. Так, а почему? Что случилось? Ничего. Просто экскаваторщик запросил в два раза больше. Ну-ка, позови его. А в чем дело? Мы же договорились, почему вы цену-то поднимаете? Так я думал, за один день справлюсь. А получается три. Она спрашивает, сколько вы получаете за работу без экскаватора? Да. Двести баксов. Значит, триста платите за аренду экскаватора? Да. Получается так. А вот триста долларов. Можете идти, говорит. Не понял. Говорит, за машиной вернетесь завтра. Не понял. Эй, ты, вылазь! Вылазь, перевернешься к чертовой матери! Ушла ее, уже все. Понятно, понятно. А ну вас всех, я поехал. Мужики, куда? Мужики, куда ты поехал? Сейчас, сейчас, сейчас. Отсюда надо начинать! Инженеры, чертовы! Он остается. Правда? Да. Здорово! Мы победили! ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ КПЯТНИЦе закончим, только надо, чтобы асфальт немного высох. Я скажу Раисе, чтобы до субботы не приезжала. Все, тогда порядок. Ну, восьмой час мне бежать нужно. Пока. Пока. Доброе утро. Доброе утро. Мне бы их супом накормить. У меня, знаете, суп грибной какой вкусный. Ну и поезжай. Я бы поехала, но боюсь не успею вернуться. Олечку забрать? Я заберу. Спасибо большое. Вон папа. Видишь? Что-то еще? Вы знаете, я была не права насчет Михи. Он у меня все-таки такой хороший. Приятно ошибаться в лучшую сторону, да? Конечно, приятно. А что с Сомерсом? А он сегодня выступает, а после этого идет с ребятами отмечать. Хорошо. Все при деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Извините, а мы вас ждем. Правда? А я думал, у меня есть еще немного времени. Не беспокойтесь. Сейчас всего 10 минут шестого. Хорошо. Там, внутри. Это мне? Какая прелесть. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Вы придете на встречу? Митинг. Митинг? Какой митинг? Если что надо, звоните Аркадию. Нам надо идти. Еще раз спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Я брат Анюты. Это моя подруга Настя. Ты что, знак не видишь? Это во-первых. Я не говорю по-русски. Ты чуть людей не избил, ты понимаешь? Документы. Хорошо. Я дам вам документы. Вот мое удостоверение. Но, пожалуйста, отпустите меня. Меня ждут. Я приехал немного пораньше подготовиться к выступлению. Подошли ваши друзья и подарили мне сувенир. Матрешку. Это типично русское. Давайте я вам помогу. Вам сегодня много подарят. Нет, ты чуть людей не избил. Ты понимаешь или нет? Я же сказал. Извините. Все я сказал. За документами в отделение. Ты где, Милон? Где? А сувенир? А? Ну, слава богу. Угу. Насчет удостоверения не волнуйся. Я позвоню, вернут. Угу. Время встречи переносится. Я дам значок. Потому что человека затормозили. Что? Что? Кому отдали? Спасибо большое. По какому аудиторию он выступает? Вы, наверное, слышали о деле от Джея Симпсона. The ethics of defense. Здесь я подхожу к самому интересному и самому спорному вопросу. А всем известно, что убийца именно он. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Понимаю. А это скульптура Менделеева. А кто это? А это следователь из Лос-Анджелеса. Следователь? Да. А кто его сюда пригласил? Моя сестра Анюта, она с ним дружит. А-а-а. Пойдемте нам пройти, пожалуйста. Привет, как там Лос-Анджелес? Хорошо? Да, там хорошо. По Москве хотите прокатиться, глотнуть свежего воздуха? Мы его не отпускаем, нас ждут в поплавке, извините. Поплавок от ресторана на воде? Да. Вы есть та самая Анюта? Нет, я не Анюта. Нас ждут. Петр, после такого обеда полчаса дай не греши. Мужики, все, перерыв закончится, давайте работать. А куда мне торопиться? Ты ей скажи, что я всегда успею заработать. Я не знаю, как по-английски грыжа. Ты скажи, шишка на пузе. Очень смешно. Вы заболели, что ли? Ломит что-то. В суставах. А если она вам заплатит больше? Ну, тогда другое дело. Вот тогда справимся. Все, они уволены. Почему вы мне сразу не сказали, что вы больные и ленивые? Я бы вас не нанимала. Она вас уволила. Ну, я не знаю. Ну, давайте каждому по полтиннику. Я лично плачу. Идет? Ну, вот это уже другой разговор. Конечно, конечно. Ребята, ну чё? У Михиев семья, дочка маленькая. Чего с него драть-то? А потом нам все равно надо поторапливаться. У нас три новых заказа впереди. Какие? Да ну. А то. Американская технология. Умелый менеджмент. Один чудак решил весь двор залить асфальтом. Я рад, что все студенты остались довольны. Я тоже рад. Да, я тоже рад. Поздравляю. Все прошло великолепно. О, вы там были? Потрясающе. Я рад, что вам понравилось. Мне надо уходить. Почему? Мой сын попал в больницу. В больницу? Ну, мы поймаем такси. Я помогу. Виктор, мы поехали. Пока. Иду, иду. Здрасьте. Здрасьте. Я Виктор, братанья. Здрасьте. Здрасьте. А лейтенант здесь? Нет, он в отеле. Да? А мы позвонили, нам сказали, что он еще не вернулся. Вот он, знаете, подарки забыл. Вот. Он так быстро уехал. Я вам должен сказать, что он просто выступил великолепно. Дядя Андрей, дядя Андрей, вставайте. Уже половина десятого. Половина десятого? А сколько вы вернулись? В два. Миха-то уже умчался. Мы просто не стали вас будить. Вставайте, завтрак на столе. Хорошо. Комната четырнадцать двадцать два. Вен, уже половина десятого. Где ты? Я беспокоюсь. Здравствуйте. Вы Краснова? Да. Я Андрей, приятель лейтенанта Сомерса, которому вы вчера переводили в университете. А вообще-то я следователь. Ну, проходите. Будете чай и кормить? Нет-нет-нет, спасибо. У меня нет времени. У меня такой вопрос. Когда вы последний раз видели Сомерс? А что, что-нибудь случилось? Понимаешь, мы тут идем на нарушение. Ну, Сомерс американский гражданин. Я все понимаю. Ну, дай мне один день. Ну, хорошо. Бери в помощники Маркина. А, я подожди за дверь. Давай. Что еще? Так, нужно найти водителя-таксиста, который работал вчера в районе больницы Склифосовского. На руках перчатки с обрезными пальцами. Как у гонщика? Да, наверное. Возраст? Тридцать-тридцать пять. Лысый. Угу. А кто давал описание? Сомерс подвозил переводчицу, и она запомнила лицо водителя. Ну, хорошо. Так, не прошу. Давай. Я уже сказала, перчатки вот такие у нас имеют трое. Лысый и один Меркулов. А где он? На линии. Ну, свяжитесь с ним уже. Это всего одна секунда. Я только заберу с вами пакет. А, Зеверова, ну, вы понимаете, не положено. Ну, не положено, скатчет. Я только с вас понимаю, но вы же выделили записку. Он просто перепутал пакеты, и... Ну, кто мне докажет, что это его почерк? Поверьте мне, я профессор, и... Профессор, не профессор, не положено. Вы понимаете? Я вас прекрасно понимаю. Посмотрите на меня. Ну, разве я похож на вора? И потом, ну, такая мелочь, ну, обычная матрешка. Только побыстрей, пожалуйста. Давай. Давайте. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, он оставил пакет у себя. Спасибо. Зачем тогда записка? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Меркулов? Он самый. Вы узнаете эту женщину? Да. Вы отвозили ее с Клифосовского вместе с американцем? Было такое дело. Ну а после Клифосовского ваш маршрут в гостинице? Сначала собирались, а потом пассажир передумал. Что-то он забыл на теплоходе. Я его отвез в речной порт. В речной порт? А зачем в порт? Ну а где у нас еще теплоходы? Он все руками разводил, как будто волну разгонял. Ну я его и отвез. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот здесь сюда я его и привез. Он вышел, покрутился, как будто не узнает ничего. А потом к нему милиционер подошел. Поговорили они о чем-то, и милиционер его повел на теплоход. Наверное, подумал, от группы отбился или отстал от теплохода. В пакете с сувенирами? Слушай, Анют, отложи это в сторону. Сейчас к тебе приедет Витя Маркин, мой приятель, он разберется. Поняла? Витя, все секунду. Меркулов, спасибо, вы свободны. Сейчас позвонила Аня. Тебе надо срочно ехать туда. Сомерсу подарили матрешку, а в ней какой-то металлический контейнер. Я думаю, его хотят скомпрометировать. В общем, возьми это на экспертизу. Думаешь, наркотики? Я не знаю, что думать. Так, вчера ночью около часа ушел Иван Калита. Круиз по Золотому кольцу. Потом в девять утра. Что у нас в девять утра? Крылов. Крылов. Как у нас этот Крылов? Так, срочно меня свяжите с Иваном Калитой. А где он сейчас? Где он сейчас? По графику? По графику? По графику, да. Да. Утром прибывает Вуглич. Вуглич. Утром. Да? Алло? Да-да, Вить. Ну что? Что? А как Уран мог попасть к Сомерсу? Ну дела. Да, я понял. Ну, да. Требственность. Да, я понял. Я то, что это? Ну, что мне стало? Рад тебя видеть Куда ты пропал? А я был в гостях, на теплоходе Да, познакомься, это капитан Миша Где ты был? Я оставлял сообщение на автоответчике Ты не звонил, Вэн? Я сам лично звонил, но все время автоответчик, автоответчик Нет там автоответчика Там нет автоответчика А кому же мы тогда звонили? Я, наверное, неправильно записал телефон? Я не знаю Значит так, в любое время, женой без жены и лично моим гостем Вань, понял? Понял, Миша Спасибо за все Они меня так принимали, как родного Без конца, знаешь, это водка, коньяк Я тебе расскажу, как это случилось Эй, забыли одного! Сувениры! Я забыл у вас сувениры Спасибо! Оттрап, оттрап, оттрап Все, давай Держи фарватер, вот, 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 вот Вот я смотрю на тебя, да? Вот как будто всю жизнь знал, понимаешь? Я понимаю, Миша Это потому, что он на Мейсона из Санта-Барбары похож Нет, я из Лос-Анджелеса Л.А. Вкусно? Вкусно, вкусно, вкусно Ну, это, видишь, коньяк какой-то? Очень Коньяк? Все, это наш русский, русский коньяк Капитан, капитан, улыбнись Я могу отдавать команды? Капитан, корабль Назад, чуть правее Осторожно, внимательней Алло Да, Вин Мы едем в милицию Только что позвонила дежурная из отеля Она говорит, что какой-то профессор Заходил в твой номер с запиской от тебя С запиской? Я никому записок не писал Это очевидно Мне кажется, надо ехать к твоим Раз он не нашел сувенир в отеле, он поедет туда Ты прав Мне тогда надо позвонить Предупредить Семякина Милиция Семякина, пожалуйста Понял? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, он уже здесь был. Проверь там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно не виделись, детектив. Руки вверх. Где второй? Второй? Я пришел один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Смотрите, МакМиллан, какой красивый платок. Да, это шерстяной платок. С чисто русским узором. Я думаю, твоей подруге понравится. Я не сомневаюсь. Спасибо. На нем тоже неплохо смотрится. Это бабушка, а? Бабушка и Баба Яга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, с тобой ничего не случилось в России? Вообще-то было одно недоразумение. Но Андрей его уладил. Так что я не так уж был неправ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивый. Спасибо. С возвращением. Найдете минуту? Конечно. Идите вперед. Он смешной, правда? У меня было одно видение. Я видел вас в полицейской академии. Я никогда там не был, сэр. Я видел, как вы там учитесь. А потом, после диплома, получаете полицейский жетон и пистолет. Правда? Правда. К сожалению, мне уже поздно. Что поздно? Учиться? А когда начинаются занятия? Они уже начались. Поздравляю вас. И желаю успеха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok